В Екатеринбурге, точнее в его паутинной виртуальной проекции, появились видеооткровения 22-летнего солдата-контрактника Антона Канищева из 32-го военного городка, который в накиданном состоянии на фольксвагене 44 минуты удирал от гаишников, со стрельбой между прочим, и в итоге удрал таки. Доехал до своей войсковой части, но почему-то не пошел в казарму, а остался сидеть в болиде и дожидаться подотставших гаишников. Впрочем, долует Себятину, у нас же есть интервью-допрос гоночного солдата Удачи. Свернул я к домам, Симферопольская 16, последние дома, которые там стояли, припарковал автомобиль, заглушил его и остался сидеть в нем. Буквально через 5 минут подъезжает машина ДПС и просит выйти меня из машины. Я выхожу из машины, они начинают меня бить, запинывать. Далее я уже сажусь к ним в автомобиль по трубе. Все, начинают они уже писать протокол и получается дул в трубочку. Сама погоня за бухим воином случилась еще 7 января, в 6 часов утра, то есть прям в праздничную рождественскую ночь. Вероятно, Антон Канищев, уроженец небольшого села в Курганской области, является православным, ну и в честь дня рождения Бога позволил себе и спить пивка. А может и беспричинно надубасился. Получается, употребил я спиртные напитки в объемом 2 литра пива. Далее я сел за руль автомобиля и выдвинулся в сторону Ботаники по 8 марта. Там есть перекресток, где обычно стоят патрули. И я не остановился по их требованиям, а продолжил движение и началась погоня за мной. Тем самым я решил, что нужно выехать на объездную. На допросе бухой пилот в военной форме подробно обрисовал весь маршрут, которым он удирал от нескольких экипажей ГАИ. Ботаника, Широкая речка, Вторчерме, 32-й городок. Ну, в общем, погоня продолжалась ровно 44 минуты. Мы, конечно, поулично этот маршрут описывать не станем, а вот на самом интересном месте со стрельбой, пожалуй, акцентируемся. Пока я ехал на объездной, они сделали план перехвата и перекрыли впереди дорогу. То есть я подумал, они там шипы поставили, показалось. Я начал избавлять скорость уже и останавливаться. А смотрю, шипов нету. В этот момент они начинают по мне стрелять. Я продолжаю дальше движение. Еду, сверну, получается, на широкую речку. Через широкую речку я уехал, ну, то есть на трассу как ехать вперед. Было страшно. Ну, ты же как настоящий русский солдат, русский не сдается, да? Свою. Восемь раз, да, стреляли? Пять-восемь. Попали один раз? Попали в третью. А последствия не думал? А если бы они в тебя попали? Ну, ладно. Все, давай, спасибо. По итогам погони со стрельбой, на бухого пилота Конищева гаишники составили пять административок и передали материалы в трибунал. Понятно, что за пьяное катание Антон попал на штраф и лишение прав. Но что еще хуже для сельского парня, он лишился контракта, читай, работы. То есть был уволен из рядов Красной Армии. Цитирую руководство Екатеринбургского военного гарнизона по Е1. Командованием части он был представлен к досрочному увольнению с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта. Конец цитаты.